В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Тема дня». Мы продолжаем выпуск. В студии я и ее ведущий Александр Гурарье. Министр обороны Израиля заявил о том, что хватит заниматься самодеятельностью, пора передать бразды правления, то есть управление кризисом, который сложился в результате эпидемии коронавируса, в руки армии, в руки службы тыла. А на связи с нашей студией военно-политический эксперт Алик Гольцекер. Аликс, добрый день. Добрый день. Как вы считаете, на мой взгляд, человека гражданского, который давно уже не числится в армии, коронавирус, то есть пандемия, это в принципе с точки зрения армии ничем и не отличается от химической атаки. То есть на случай химической атаки, я полагаю, у армии имеются свои, так сказать, протоколы, которые прописаны, каждый знает, что он делает. Так почему, на ваш взгляд, до сих пор не перевели все бразды правления и перевели все управление в руки армии? Тут, наверное, нужно отметить несколько вещей. Во-первых, на фронте, так сказать, который представлен нам, действительно находится Минздрав. То есть на фронте сообщений о том, как себя следует вести в этой ситуации, какие ограничения возлагаются на граждан и так далее и тому подобное, действительно находится Министерство здравоохранения. На самом же деле основная часть работы и сегодня уже проделывается, в том числе, например, военной разведки. Не просто так Минздрав пришел к выводу, что основными очагами заражения являются синагоги. И поэтому было определенное сделано заявление по этому поводу, ограничивающее правительственное заявление, ограничивающее работу синагог. Это были результаты работы аналитического отдела военной разведки, которые в течение нескольких дней передали свои разработки в Министерство здравоохранения, а уже заявление поступило от них. Естественным образом Минздрав не может проводить ни вот такую вот аналитическую работу, не знает, как себя вести в экстренной ситуации в масштабном понимании этого слова. То есть у них, у больниц, у Министерства здравоохранения, у поликлиник, то есть больничных каст, то, что мы называем, им отведена определенная роль в случае, когда, так сказать, случается масштабная трагедия, как вы упомянули, например, химическая атака. Им отведена определенная роль, но бразды правления действительно должны находиться в армии, не обязательно служба тыла. Служба тыла тоже является одной из составляющих вот этой вот программы действий. Ну, скажем так, Министерство обороны, безусловно, это та структура, которая должна руководить действиями, и те средства, которыми располагает Министерство здравоохранения, должны, так сказать, войти в этот общий план. Это тот редкий случай, когда я вынужден признать, что Нафтали Беннет, будучи сегодня министром обороны, он прав в своем требовании передать ему бразды правления, чего, вероятно, никогда не случится. И это объяснение уже скорее политическое. То есть рано или поздно вирус короны мы победим, и тогда, так сказать, лавры победителя достанутся Нафтали Беннету. А мы знаем, насколько ревностно относится Бениамин Нетаньягу к ситуации, когда кто-то другой побеждает, а не он. Поэтому, вероятнее всего, бразды правления останутся в Минздраве, и все заявления будет делать премьер-министр. Но, повторюсь, это неправильно с точки зрения, так сказать, борьбы с коронавирусом. С точки зрения науки, Алекс. Но я еще хотел обратить ваше внимание, что, на мой взгляд, не пора ли ввести элементы военной цензуры, потому что все представители Минздрава, при всем уважении, делают публичные заявления. Эти публичные заявления не всегда продуманы. Но я приведу такой очень короткий пример. Вы помните, когда все только началось, было там 2-3 дня, когда сметали в магазинах все, потом все, так сказать, установилось, все нормально, не было никаких очередей, все работало спокойно. И вдруг заместитель генерального директора Министерства здравоохранения выступает и говорит, а вообще я считаю, что надо вести полный карантин, чтобы все сидели дома, а армия обеспечивала их сухими пайками, которые есть на складах Министерства обороны. Через 2 часа магазины ломились от покупателей, штурмовали витрины, такое творилось. Ну, что это? Разве можно такое говорить? Должны же быть какие-то рамки? Ну, скажем так, относительно примера, который вы привели, дело в том, что даже если военная цензура будет распространяться, она, кстати говоря, распространяется на данную ситуацию, и все, без исключения граждане, они обязаны себя вести в соответствии с законом о цензуре, включая, естественно, генерального директора Министерства здравоохранения. Но военный цензур не отвечает за уровень интеллекта генерального директора Минздрава и за его, так сказать, умение держать язык за дубами. Он был зам генерального директора, и он вообще-то профессор, так что... Тем не менее, ну, я, может быть, неправильно вырылся насчет уровня интеллекта, но скажем так, цензур не отвечает за то, будет думать человек, прежде чем делать определенные заявления, или не будет думать. Цензур отвечает за определенные вещи, и в сложившейся ситуации у него тоже есть, так сказать, работа, он должен отслеживать определенную информацию, насколько она должна поступать в средства массовой информации, насколько не должна. Руководители средств массовой информации прекрасно знают, за какой информацией, за разрешением на публикацию какой информации они обязаны обращаться в военную цензуру. То есть, военная цензура на это распространяется, но обязан ли цензур контролировать, ну, скажем так, целесообразность тех или иных выступлений, влияние тех или иных выступлений, возможно, продумывать, да, возможные последствия тех или иных заявлений чиновников или политических деятелей. Конечно же, нет, в этом нет, скажем так, это не входит в задачи военной цензуры, тут скорее должна думать об этом, так сказать, пресс-служба Министерства здравоохранения и вовремя, так сказать, поднять флажок судей на линии и сказать, что мы не очень хорошим образом будем выглядеть, если сделаем то или иное заявление. Или наоборот, если промолчим и не сделаем этого заявления, то есть за этим должны следить совершенно другие структуры. А что касается военной цензуры, она на своем месте. Мы еще не дошли до той ситуации, к счастью, в которой военная цензура встанет просто вот на защите, так сказать, интересов нашей победы над коронавирусом, как это было, скажем, в период военных действий в секторе ГАЗа или во время Второй Ливанской войны, тоже есть претензии к военному центру по тем или иным аспектам, но тем не менее они стояли там на страже наших интересов. Здесь мы еще не дошли до той ситуации, когда нужно, чтобы какая-то информация скрывалась от общественности. Возможно, не целесообразно делать какие-то поспешные заявления, которые опираются исключительно на, так сказать, личные ощущения, того или иного чиновника или на весьма поверхностное изучение вопроса. В этой связи, скажем так, тот штаб, который был организован, я немножко упомянул уже это, сказать, что это при содействии военной разведке, это неправильно, потому что он был создан военной разведкой. Министерство здравоохранения не располагает структурами для того, чтобы, так сказать, проводить аналитические исследования, для того, чтобы исследовать быстро, в течение, скажем, минут ситуацию в тех или иных регионах Израиля, в течение, возможно, дней ситуацию на мировом рынке, так сказать, борьбы с коронавирусом, да, и предоставить всем необходимую информацию, статистические данные и так далее, для того, чтобы, так сказать, Минздрав, который умеет лечить, это в лучшем случае, да, то есть лечить, я имею в виду не, так сказать, медицинские возможности, я имею в виду организационные возможности, так сказать, распределения больных по регионам и так далее, и тому подобное, и сделать для того, чтобы Минздрав, скажем так, для того, чтобы Минздрав порекомендовал запретить собираться в синагогах, нужно было, чтобы военная разведка предоставила данные о том, что максимальное количество, наибольшее количество зараженных в результате тех или иных пересечений, да, то есть оказывается, встречи зараженных друг с другом происходили в синагогах, да, не в аэропорту, естественно, предусмотреть такое было сложно, потому что вместо синагог могли оказаться, например, тренажерные залы, да, или рынок, или кинотеатр. Да, но тренажерные залы и кинотеатры были вовремя закрыты. Это самое простое, что можно было сделать, потому что закрыть тренажерный зал, это не вызовет возмущение большой части населения в Израиле, а закрытие синагог для, нам с вами, может быть, это трудно понять, но для религиозного человека, для глубоко верующего человека, отобрать у него возможность, так сказать, молиться в группе с другими людьми и делать это в специально отведенном месте, это чревато. Закрытие тренажерного зала, в конце концов, переносит занятие спорта домой. Молиться, тут есть масса, так сказать, сложностей, молиться в одиночку, кстати говоря, Равинат разрешил, но есть, так сказать, многовековые традиции, которые предусматривают то, что называется меня, то есть минимальное количество людей для того, чтобы произносить ту или иную молитву. То есть, наверное, эффективность теряется, если в одиночку молиться. Но на самом деле... Я даже не претендую на попытку как-то разобраться в этой ситуации, но я готов принять утверждение религиозных людей, что молиться в одиночку и качать пресс в одиночку – это совершенно разные вещи. Допускаю. Но мы вот вернулись уже, так сказать, к началу нашего разговора, я бы хотел вернуться. Значит, если сейчас постепенно передается армия вот все эти функции, но, как вы утверждаете, это не будет сделано полностью, но тем не менее. Ну вот прозвучало на прошлой неделе, что распорядился премьер-министр открыть центр, подземный этот бункер для чрезвычайных ситуаций, который построен был лет 10 назад и ни разу, собственно, не использовался. Значит, все-таки планируется туда перенести какие-то управленческие функции. То есть, что сейчас армия предпринимает и что она будет предпринимать в ближайшее время для того, чтобы помочь полиции, помочь правительству справиться с задачей? Прежде всего армия должна позаботиться о том, что в период пандемии, в период массового заражения непростым заболеванием, судя по всему, армия должна сохранить свою боеспособность, потому что мы знаем, какова ситуация сегодня в Иране, на что могут пойти, так сказать, в этой ситуации наши, мягко выражаясь, недруги. И поэтому боеспособность армии в этой ситуации, она прежде всего, превыше всего, и это уж задача, вне всякого сомнения, самой армии. И здесь надо сказать, что был проведен ряд мероприятий, которые обеспечивают боеспособность тех родах войск, тех военных подразделений, в которых, скажем так, армия нуждается в первую очередь для обеспечения безопасности государства. Весь личный состав был разделен на две группы, в армии их называют капсулы. То есть это первая капсула, которая работает в течение нескольких дней, в это время вторая капсула находится в карантине, непосредственно на базах, но нет никакого пересечения между капсулами. То есть в тот момент, когда первая капсула заканчивает работать, без пересечения заступает на боевое дежурство капсула номер два. И так происходит через энное количество либо дней, либо часов, в зависимости от рода занятий людей, которые находятся в этом военном подразделении. Понимаете, да, есть разница между летчиками и наземными службами в определенных подразделениях. Но тем не менее, все они разделены на две капсулы, не может быть никаких пересечений между ними. Так что если в одной из капсул окажется зараженный, вторая капсула останется полностью боеспособной. Это та мера предосторожности минимальной. Да, кстати говоря, это касается и Генштаба, тоже Генштаб разделен на две капсулы. Практически все эскадрильи воздушные и многие другие военные подразделения делятся на две капсулы, чтобы не было пересечений между ними никакого. Вообще, даже если и те, и другие находятся на военных базах и теоретически готовы вступить, так сказать, на боевое дежурство. Теперь, что касается возможности армии, здесь есть масса. Возможности армии содействовать полиции, содействовать различным гражданским службам. Здесь, во-первых, возникли сложности на юридическом уровне. То есть, как наделить военных полномочиями, такими же, которыми обладают полицейские. То есть, в случае, если военный патруль определяет гражданина, который должен находиться в это время в карантине, но при этом он, так сказать, вышел на улицу без должной необходимости. То есть, просто потому, что он не желает находиться в карантине. Ну, мы говорили с вами о религиозном населении, которые ждут мессию, который должен прийти и нам помочь. Ну, это далеко не всегда. То есть, среди религиозного населения, да, действительно, присущи определенные масштабы нарушения условий карантина. Но это бывает и случается и с другими. Мы видели, как на набережной Батьяма недавно полиция остановила людей, которые просто прогуливались по набережной, несмотря на необходимые, так сказать, меры предосторожности, о которых было объявлено. И даже, так сказать, рискуя получить за это определенное наказание, в виде штрафа, может быть, даже в виде задержания, а может быть и ареста. Теперь, значит, армия, которая должна вступить на, вступила, по сути говоря, уже на боевой пост для того, чтобы поддержать полицию. Вопрос большой, может ли офицер-резервист, который возглавляет вот этот военный патруль, может ли он проводить те или иные меры по задержанию, нарушителя карантина, может ли он предъявлять ему какие-то предъявления. Пришли в результате к выводу, что не может. Поэтому те силы армии, которые будут брошены на помощь, помощь полиции прежде всего, они будут вспомогательными. То есть, условно говоря, наряд полиции будет усилен представителями армии, а таковых военных патрулей не будет за исключением патрулей военной полиции, которые, да, обладают определенными полномочиями и определенными знаниями, в основном для того, чтобы отслеживать, скажем так, дезертиров в конечном итоге, потому что имеет место определенное явление, когда военнослужащие срочной службы и даже офицеры ЦАЛя заявляют о том, что у них проявились симптомы коронавируса, и они поэтому должны находиться две недели в карантине, что, в принципе, конечно же, к чему армия относится с пониманием, но проверяют, действительно ли они находятся в карантине, поэтому до недавнего времени, по всякому случаю, патрули военной полиции, они должны были отслеживать, действительно ли находятся в карантине те военнослужащие, которые заявили о том, что они не могут прибыть на место службы, потому что вынуждены находиться дома в условиях карантина. На данный момент, насколько я понимаю, всего-навсего 400 человек востребованы полицией, 400 военнослужащих востребованы полицией для того, чтобы обеспечить всем необходимым. Сегодня, на самом деле, массово совершенно полиция пытается локализовать распространение коронавируса в Бнейбрак, это религиозный город, пригород, скажем так, Тель-Аива, религиозный абсолютно, который является таким самым большим очагом заражения. И действия полиции там, на месте, они сопровождаются действиями армии в первую очередь. Повторюсь, нет самостоятельных военных патрулей. Военные просто стали частью полицейских патрулей для того, чтобы, скажем так, освободить часть полицейских для работы в других регионах и заняться другими местами. Заранее подписано в рамках, так сказать, решения правительства возможность полиции востребовать до, если я не ошибаюсь, полутора тысяч военнослужащих в случае необходимости без дополнительного разрешения правительства. То есть, в течение, так сказать, нескольких дней, если полиции нужно будет гораздо больше помощи военных, то есть втрое больше, чем на сегодняшний день осуществляется, то они это смогут сделать без дополнительного решения правительства. И я думаю, что это тот минимум, который армия может нести, потому что пересматривать сегодня на законодательство и наделять офицеров полномочиями даже в период коронавируса, мы все-таки пока не на военном положении. Хотя трудно, конечно, проводить попытки сравнивания, чем отличается сегодняшнее положение от положения в военной зоне, в прифронтовой зоне во время Второй Ливанской войны или во время операции в газе. Но, тем не менее, есть, так сказать, определения, по которым работают. И когда полиция, и тот момент, когда полиция передает бразды правления армии в прифронтовой зоне сектора газа, для этого должны быть определенные условия. Передать сегодня бразды правления полиция армии на всей территории Израиля в связи с коронавирусом, и, может, это не попадает под эти определения. Поэтому армия помогает, а не, так сказать, проводит параллельные меры по локализации распространения коронавируса. Алекс, еще я видел сообщение несколько дней назад, что ЦАЛ, армия, отправила корабли, подводные лодки и так далее. Все вышли как бы из гавани и ушли, так сказать, в автономку. Это тоже связано с тем, чтобы, так сказать, спасти их от заражения? Ну, не должно быть никаких пересечений с другим населением, которые являются потенциальными носителями коронавируса и возможным заражением. Ну, представьте себе ситуацию, при которой, так сказать, на подводной лодке вдруг обнаружен коронавирус. Конечно же, эта ситуация, мягко выражаясь, непроста. Нужно ли их, так сказать, отправлять в автономку надолго? Я не знаю, я думаю, что схема работы капсул, она в меньшей степени подходит для подводных лодок, для кораблей. Неважно, на самом деле, сейчас о каких конкретно говорим. Наверное, наиболее правильно, тем более, что речь пока не идет о каких-то сроках больших, чем 30 дней. То есть, появляются уже какие-то программы действий, которые направлены на какие-то определенные, ну, что называется, скажем так, снятие более жестких мер, которые рассматривались до сих пор. Сразу по окончанию праздника Песок, то есть, мы говорим о сроках где-то от двух недель до месяца. Я думаю, что в этой перспективе это, безусловно, правильно. Какие-то будут приняты решения на период, который, скажем, больше, чем тот, который предусмотрен для того, чтобы находиться в автономке определенным судам, наводным или подводным. Тут уже сложно, наверное, говорить. Я надеюсь, что предусмотрены какие-то меры предосторожности. Но я думаю, что мы пока заглядываем слишком далеко. То есть, как будет обстоять ситуация через месяц, я думаю, что и на суше-то не очень знают, как она будет развиваться. А уж тем более, насколько эта ситуация будет опасна для персонала военных кораблей наводных и подводных. Но в рамках, так сказать, нашей боеготовности, конечно же, последнее, чего мы сейчас хотим, это чтобы подводная лодка вышла из строя из-за того, что часть экипажа заражены коронавирусом. Да, конечно, это такое не очень хорошее развитие событий. Надеюсь, что этого не произойдет. Алекс Гальцекер, военно-политический эксперт. Спасибо большое. Дорогие друзья, программа «Тема дня». А прощается с вами. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...